МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. 15 лет колонии. Суд присяжных единогласно признал женщину виновной в убийстве девятимесячного ребенка. Один грозился отрезать уши, второй оказался ревнивым, к чему приводит алкоголь. Он избавлял город от падших женщин, а люди боялись покупать мясо на рынках. А серийники по кличке «Мясник» в рубрике с Дмитрием Плоткиным. Сегодня на редкость много тем, касающихся злоупотребления спиртным. На прошедшей неделе свой приговор за убийство девятимесячного сына наконец услышала жительница города Рязани. В июле коллегия присяжных заседателей единогласно признала гражданку Новикову виновной. Суд вынес приговор. 15 лет колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на два года. До этого чудовищного случая на тот момент 23-летняя Рязанка не раз привлекала внимание социальных служб и местных жителей. Шокированные соседи вспоминают, что если новоиспеченная мама и появлялась во дворе с коляской, то неотъемлемым атрибутом прогулки была бутылка пива. Девушка была пьяна и в день преступления. Впрочем, сама на свой поступок таковым не считала. Трагедия произошла буквально на глазах сотрудников отдела по делам несовершеннолетних. Жалобы на сложные жизненные условия закончились тем, что девятимесячный Егор просто был выброшен в окно. Ужасает, что после совершения преступления девушка спокойно достала заначку со спиртным и продолжила пить. Тем не менее, судимости у матери ребенка не было. На работе характеристики тоже неплохие. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Не нам судить, какие чувства и мотивы должны быть, чтобы выбросить своего ребенка как фантик в окно. Неприятная и непонятная история произошла в поселке Сарае 6 октября. Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в убийстве, но уверяет, злополучный нож, который стал орудьем преступления, ему пришлось буквально выхватить из рук погибшего, ведь тот грозился отрезать ему уши. Понятно, что не последнюю роль в конфликте сыграло количество выпитого спиртного. Гость предъявил претензии хозяину из-за имеющегося якобы у них долга. В результате суры гость нанес потерпевшему несколько ударов ножом в область груди и шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся. Сейчас версия задержанного, впрочем, как и все остальные возможные, проверяется. Не люблю прибегать к статистике, но как не вспомнить цифры, когда каждый седьмой россиянин только по официальным данным страдает алкогольными психозами, а примерно тысячу людей в год убивают на почве ревности. В чем связь? Да в том, что когда эти неуправляемые стихии, а масштабы бедствия именно таковы, пересекаются, итог всегда трагичный. Житель Ставропольского края, временно проживавший в Скопине, подозревается в убийстве гостя из Таджикистана. Он и двое его знакомых, мужчина и женщина, тоже вместе выпивали. Следователи выясняют, по какой причине один из товарищей схватился за нож. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся. Тело погибшего было обнаружено лишь на следующий день в ходе его поиска родственниками. Подозреваемый задержан. Он уже дал признательные показания, с его слов ссора произошла из-за женщины. Странная тенденция наблюдается в последнее время. Чем больше рейдов, тем лучше шифруются и агрессивнее отстаивают свои сомнительные, честно говоря, права. А потребители так и вовсе готовы прикрывать подпольных торговцев алкоголем за счет своего драгоценного здоровья. С очередной проверкой сотрудники полиции нагрянули 11 ноября. Факт реализации алкогольной продукции с нарушением требований действующего законодательства был зафиксирован в районе Турлатова в одном из придорожных магазинов. Улов полицейских, несколько бутылок водки и около 30 литров коктейлей. Сотрудница торговой точки встретила оперативников, мягко говоря, эмоционально. В отношении нее возбуждено уголовное расследование, надо сказать, не первое в ее биографии. Все будет зависеть от того, какую она продукцию реализовывала. Возможно, здесь и применение норм уголовного кодекса. Если данная продукция будет опасна для жизни и здоровья, то будут применяться санкции уголовного кодекса, предусмотрен статью 238 УКНФ. Именно спрос рождают такие незаконные предложения. Да, в Рязани все еще есть точки, где можно купить алкоголь в любое время суток. Вопрос в том, в какой ларек потом бежать за помощью. Санитар общества. Так многие известные серийные убийцы пытались оправдать или объяснить свое поведение. Владимир Третьяков, промышлявший их убийствами в Архангельске, тоже был уверен, он избавляет город от падших женщин. Его первой жертвой стала гражданская супруга, которую он застал дома пьяный. После этого маньяк уже не мог остановиться. Впервые о том, что в Архангельске появился серийный убийца, заговорили в конце января 1979 года, когда на стройке были найдены останки двух женщин. Народная молва моментально распространила версию о появлении людоеда. Масло в огонь подлил голос Америки. Одна из зарубежных радиостанций подготовила передачу, что в СССР, в Архангельске замечены случаи людоедства. Люди уже стали беспокоиться, когда покупали мясо на базаре, тщательно рассматривали, боялись, что действительно кто-то им продаст мясо убитых. После нескольких похожих случаев следователи заметили одну важную особенность – практически никто о судьбе убитых женщин не интересовался. Их не искали обеспокоенные близкие, а при жизни большую часть времени они проводили или в пивнушках, или в отрезвителях. Позже выяснилось, что две жертвы одновременно проходили лечение в соседних палатах. Возможно, маньяк заранее выбирает жертвы, а может, работает медиком или учится. Рядом со стройкой, на которой обнаружили останки, как раз был медицинский институт. Да и хирургическая точность не давала сыщикам покоя. Владимир Третьяков как раз являлся примером для тех, кто уверен, жестокий убийца формируется в раннем детстве. С этим можно спорить или соглашаться, но в его случае действительно воспитание, а именно отсутствие такового, сыграло решающую роль. Третьяков родился в 1953-м, в год, когда руководство страны проводило политику, направленную на повышение рождаемости. В прошедшей войне страна потеряла слишком много народа и требовалось поощрять население на рождении детей. Сделать аборт было проблематично, да и на работу в случае наличия ребенка было устроиться проще. Его родила мать-алкоголичка, причем отец, когда узнал, что женщина беременная, тут же бросил ее, а женщина родила ребенка, и оказалось, что этот ребенок ей просто был не нужен. Мать Третьякова вряд ли могла рассчитывать на хорошую работу. Она часто напоминала своему чаду, что тот получился случайно и был такой же никчема, как и папаша. Был момент, когда мать Третьякова едва не лишили родительских прав. Удивительно, но такая перспектива ей не понравилась. На некоторое время она даже вышла из запоев и уехала в Ташкент к очередному сожителю. Через некоторое время воспитание будущего маньяка полностью легло на плечи бабушки, которая жила в Кемеровской области. Говорят, именно там Третьяков получил навыки и разделывание мяса. Местный совхоз специализировался на животноводстве. Никому и в голову не пришло, что мальчик неспроста любит часами наблюдать за работой на бойне. Своё совершеннолетие Третьяков встретил в Архангельске. К тому времени его мать окончательно затерялась на просторах огромной страны. Третьяков закончил обычную школу, 8 классов, затем поступил в ПТУ и почти сразу после его окончания пошел в армию. Гены родителя сыграли свою роль. Третьяков вырос под 2 метра ростом, очень сильным физически и со стойкой неприязнью к алкоголю. Он пытался создать семью, женился, но оказался требовательным и ревнивым. В какой-то момент жене надоели постоянные скандалы, и будущий сиренник оказался в прямом смысле слова на улице, на железнодорожном вокзале Архангельска. Как позже признавался, он сам хотел уехать на какую-нибудь народную стройку. Но и тут вмешался господин Случей. Третьякова повстречал директор железнодорожного депо. Короткий разговор, за которым выяснилось, что будущий маньяк, слесарь-ремонтник, да еще с дипломом, заставил чиновника поучаствовать в его судьбе. Он ему обещал помочь и с жильем, чтобы он получил. И действительно, парень хорошо работал, стал ударником коммунистического труда, участвовал в общественной деятельности. Кстати, еще одна отличительная для серийных убийств советской эпохи черта – Третьяков тоже был народным дружинником, причем образцовым. Часто выходил дежурить и в праздники, и в выходные дни, и задерживал хулиганов, пьяниц, в результате чего у него были различные благодарности, почетные грамоты. И часто он перевыполнял норму работы на станке. Для полной идиллии не хватало только хозяйки. Новой сожительницей маньяка стала канцелярша из местного, самого популярного в тех местах ресторана «Двина». Разница в возрасте – подруга была чуть старше – Третьякова не смущала. А вот привычка подруги приходить иногда под шофе его буквально выводила из себя. Третьяков пытался с этим бороться, но добился только того, что никто старался не пить дома при нем. У него с детства было отвращение к женщинам, которые пьют спиртное. И в конце концов, во время очередной ссоры, он набросился с нее, задушил, а потом стал думать, что с ней делать. Разрубил ее топором, расшленил, и останки вынес и закопал. Это случилось в декабре 1977 года. Третьяков ушел на дежурство. Его не должно было быть дома как минимум до двух часов ночи. Но он вернулся раньше и застал жену дома, да еще и с налитой водкой. Эта сцена напомнила ему детство и вечно недовольную мать. В протоколе со слов задержанного так и напишут. Просто съехала крыша. Не пройдет и четырех дней, как Третьяков уже целенаправленно выйдет на охоту к ближайшему винно-водочному магазину. Им было совершено семь таких убийств. Но последний раз он встретил двух девочек 15 лет. Девчонки хотели себя почувствовать взрослыми. Он пригласил их все домой, налил им спиртное, они выпили. И он пришел к выводу, что если девчонки пьют в 15 лет, так что с ним будет потом. Но в этот раз после пропажи девочек родители незамедлительно забили тревогу. К счастью, интуиция местного начальника УГРО помогла выйти на след. Он был уверен, все эти убийства следует объединить в одно производство. И вдруг при отработке одной из версий допроса свидетелей кто-то из женщин упомянул о пропаже своей знакомой. Правда, свидетельница оговорилась, та сильно пьет, периодически на неделю-другую исчезает. Так следствие и вышло на Владимира Третьякова. Это его последнюю сожительницу потеряли на работе. Квартиру подозреваемого незамедлительно решили проверить. Наметанным глазом сыщик обратил внимание на наличие нескольких женских вещей в коридоре. Владимира пригласили в отдел милиции. Якобы оформить какие-то формальные документы. Но убийца почувствовал неладный, придумал целый план. Он решил зайти с оперативником в лифт и там его убить. В свою очередь сотрудник милиции тоже забеспокоился и на всякий случай упомянул, бежать не стоит. Внизу ожидает целая группа захвата. Эта ложь спасла сыщику жизнь, но опираясь лишь на интуицию, он не мог просить санкцию на обыск. Тогда пришлось пойти на другую хитрость. В отделе Третьякова попросили выложить на стол содержимое карманов. В числе прочих мелочей были ключи от квартиры. Под банальным предлогом мужчину на два часа заперли в кабинете, а сами провели негласный обыск его жилища. Затклый тяжелый запах с порога ударял в нос. Повсюду были разбросаны вещи, принадлежащие явно ни одной женщине. Но самая страшная находка ожидала следователей на балконе. В большом холщевом мешке находились пропавшие девочки, а точнее то, что от них осталось. Третьяков был признан вменяемым и приговорен к высшей мере наказания. Ему не помогли ни хорошие характеристики с работой, ни чистосердечное признание, ни помощь следствию, ни слезное прошение о помиловании. Как правильно заметил французский писатель Ромен Ролан, против глупости законов нет. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова